Отлучение от церкви. Три признака греха, ведущего к исключению от благодати Божьей, церкви. Мир вам, братья и сестры! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Бытует мнение, что человек может и сам решает, будет он ходить в церковь или нет. Часто этот выбор переходит в неправильное понимание, и человек ведет себя в церкви, как хочет. Когда церковь долго терпит человеку, это не значит, что она беспомощна. Есть власть церкви, церкви Христовой, тело Христового, семьи Христовой на земле. Это видео из серии «Власть церкви», «Спасение или наказание», «Благословение или анафема», «Исключение или отлучение от церкви Христовой, благодати Божьей». Как Иисуса Христа принимали и думали, что Он мягок, и Его каждый день, Его каждый может обидеть. Фарисеи и законники того времени думали, что могут поступить с Ним, как хотят. Так и сегодня иные воспринимают церковь, как какую-то мягкую, безвольную. И приходят в церковь собрания святых со своими условиями, требованиями, правилами. Вообще, эта тема очень большая, поэтому она разбита на четыре подкаста, следующих один за другим. Первое видео, которое говорит о церкви Христа, четыре отличия. Второе – четыре типа неправильного поведения в церкви, за которые наказывает Бог. То есть это первые два. Третье – три типа поведения, видео о правильной жизни в церкви. Сейчас это четвертое видео о четвертом типе поведения, за которое можно получить наказание. И это наказание – исключение из общения церкви. Три признака греха, ведущего к исключению, отлучению от церкви. Первое – грех известен. Второе – долгое время. Третье – гордость за грех. Слово «исключение» или «изъят» в Библии, ближе к оригиналу, обозначает быть искорененным из общества, а также исключен из вашего числа, отлучить от вашей общины, изъят из среды вас, сотворившей такое дело – грех. Так что не делать? Так что не делать, чтобы не быть отлученным от тела Христового – церкви? Церковь Христа. Краткое содержание некоторых предыдущих подкастов. Церковь Христа – четыре отличия. Первое – церковь создается Иисусом Христом. Второе – врата ада не одолеют ее. Третье – дети Божьи молятся, освобождают, исцеляют. Четвертое – ключи Царства Небесного. Злоупотребление долготерпением к телу Христовому. Посмотрим, что будет с теми, кто злоупотребляет гостеприимством церкви. Рассмотрим четыре типа неправильного поведения, за которые наказывает Бог. А также и, может быть, отлучение от церкви. Стоит отметить – не люди наказывают, это делает Бог. Друзья, не только в следующей жизни, но еще и в этой. Четыре типа неправильного поведения в церкви, за которые наказывает Бог. Первое – отношение к причастию. Второе – отношение с сестрами и братьями. Третье – неправильное поведение. Четвертое – таинство церковное за деньги неправедным путем. Во-первых, откроем 1 Коринфянам 11 глава стихи 29-30. Неправильное причастие и следствие – это немощи, болезни и смерть. Если Господь страдал за брата, сестру рядом с тобой, за то, чтобы ты мог сейчас принимать причастие в Доме Господнем, Он пролил свою кровь за тех, кто рядом с тобой. И если ты относишься к церкви, собранию, братьям и сестрам безответственно, Если ты с шуткой или обманом приходишь и принимаешь причастие, То есть ты пришел в чужую церковь, А сам ты на замечании или отлучен, или вообще нигде не являешься членом церкви, Духовной общины, собраний святых, И прикрываясь незнанием, принимаешь хлебопреломление, как Симон, Волх, покайся, быть в мире с окружающими. Во-вторых, если обижаешь или сделал грех против брата своего, сестры. Откроем Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи с 15 по 18. Тут Иисус Христос, не наш пастор, не пресвитер, не сосед по стулу в собрании, Этому учит сам Господь, если же согрешит против тебя брат твой. Это о взаимоотношениях церкви. И если вас кто-либо обидел, нужно сказать ему. Смотрите, друзья, тут ответственность лежит на двоих. Во-первых, кого обидели, во-вторых, кто обидел. Не нужно всю ответственность взваливать на старшего служителя. Господь ценит членство в церкви. Но не в этом дело, друзья. Хотел выделить вот что. Посмотрите, насколько Господь ценит членство в церкви. За скандал, непрощение – это исключение. Люди плохие, не мы с вами. Поставили бы крест и пожизненное исключение – бойкот. Но Господь говорит иначе – исключить. Теперь человек становится, как обычный неверующий человек. Правильная жизнь членов церкви. В-третьих, неправильное поведение членов церкви. Мы уже узнали о взгляде Господа, о чистоте членства в церкви. Посмотрим, что говорит об этом апостол Павел. Друзья, как вы думаете, апостол Павел для нас авторитет о жизни в церкви? Да, он сам открывал первые церкви. В своей миссии про возглашение Благой Вести об Иисусе Христе Павел основал церкви в Галантии, Филиппах, Фессалонике, Коринфе и Ефесе. Откроем послание апостола Павла 1 Коринфянам 5 глава, стихи с 1 по 6. Да, там произошел грех. Он был так долго, что даже Павел, находясь в отдалении, услышал про это. Там произошло неправильное отношение ко греху. Там возгордились вместо того, чтобы плакать. Гордость вместо плача. Обратим внимание, что говорит Павел, что происходит с теми, кого исключают из общения, отлучения от церкви. Во-первых, предать сатане. Во-вторых, воизмождение плоти. В-третьих, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Предать сатане. То есть человек остается незащищенным, открытым перед сатаной. Он делает все, что хочет с ним и его жизнью. Что значит отлучение от церкви и жить под властью сатаны? Что происходит, когда человека отлучают от церкви, от общения святых? Стих 5. Придать сатане воизмождение плоти. Чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Откроем послание апостола Павла 1 Коринфянам 5 глава стих 5. Давайте посмотрим цель отлучения от церкви. Чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Чтобы дух был спасен. Цель – спасение духа. Это делается для спасения духа. И ради этого человека. Ну, что теперь будем всех налево и направо исключать из церкви? Общения? Конечно, нет. Избегаем ошибок. Три признака греха, ведущего к исключению отлучения от церкви. Давайте посмотрим на некоторые признаки таких людей. 1 Коринфянам 5 глава стих 1 и 2. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. И при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. Что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъяв был из среды вас, сделавшись такое дело. Слово «изъяв» в этом стихе, ближе к оригиналу, обозначает быть искорененным из вашего общества, а также исключен из вашего числа, отлучить от вашей общины. Три признака, грех, который ведет к исключению, отлучению от церкви и благодати Божией. Первое. Грех известен. Второе. Долгое время. Третье. Гордость за грех. Во-первых, был слух. В действительности говорят. Мы это знали и не только сами грешники вдвоем. А грех уже был открыт многим. Помните, что все скрытое рано или поздно будет освящено. Об этом грехе уже знали все в общении церкви. Мало того, это уже знали не только члены церкви. Об этом говорили и в других городах. Во-вторых, если этот грех был высвечен, значит, он был уже долгое время. То есть они и не собирались бросать его. Не собирались каяться. Помните прожженная совесть? Первое послание Тимофею, 4 глава, 2 стих. Такие учения придут через лицемеров с прожженной совестью. Это первое послание Тимофею, 4 глава, 2 стих. В-третьих, что у вас появилось блудодеяние. И при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. И вы возгорделись. То есть уже не слышали Духа Святого, который говорил о грехе. Не было уже сожаления в глазах людей. Смотрите, друзья, гордость за грех. Гордость за грех. Кстати, вы не слышали про такое? Очень легко. Вспомните, мы, каждый из нас сталкиваемся с этими практически каждый день. Когда кто-то говорит о грехе и с гордостью. Кого-то обокрал и хвалится этим. Кого-то обесчестил и хвалится этим. Вспомните, где превозносят грех. Сказать по правде, где гордятся грехом? Ведь они делают грех над обычными людьми. Обычные люди – это мы с вами. Тех, кто не хочет обманывать, насильничать, воровать. Почему мы не хотим? Потому что Бог нас такими создал. Да, это идет насилие над обычными людьми. Идет восхваление греха. Но мы в этом не участвуем. Так, друзья? Спасибо Богу, что мы к нему пришли и находимся под его защитой. Но, друзья мои, такое нельзя допускать в наше общение. И апостол Павел нам в этом советчик. Восхваление греха началось еще со времен Павла. И это не в новинку. Но жаль, что это продолжается вот уже две тысячи лет. Да, этот признак – оправдание. И следующая ступень – восхваление греха. Что они круче, чем обычные люди. Результаты восхваления греха. Результат. Дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Итог только один. Изъят из вашей среды. Исключение из церкви. Отлучение от церкви и вашего общения. Почему так жестоко? Здесь Павел говорит, стих 2. «И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Кроме того, возгордились все, всем собранием. Он говорит всем церкви в Коринфе, изъят был из среды вас. Послание написано всей церкви и пишется во множественном числе. Эти люди начали оправдывать грех в себе с той целью, чтобы культивировать его и влиять на церковь. Такие люди сами в грехе оправдывают себя так и других за собой тянут. Это не пассивная позиция, а активная. Отлучение от церкви. Так что делать? Посмотрим на стих 6. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Удалить тех, кто делает такое дело». Почему Павел называет это закваской? Есть еще выражение «горький корень». Эти люди будут не только сами делать грех, но и других за собой тащить. Поэтому есть только одно решение. Изъят. Отлучен был из среды вас, сделавший такое дело. Отлучение от церкви. Помним, что если против нас сделал брат или сестра плохое, обидел, грех. Что мы должны делать, если брат или сестра находятся в грехе? Что мы должны делать? Сплетничать за спиной или сразу ставить на замечание? Нет. Если видите, что брат делает против вашей общины грех, что мы должны делать? Сразу ему сказать это. «Ведь это ваша община, ваше общение, ваша духовная семья». Потом сказать при свидетелях, если не покаяться и так далее, как сказал Иисус. «Если человек упорствует в грехе, будет он, как язычник или мытарь, исключен из общения или церкви и предан сатане во измождение плоти, немощи, болезни, смерть для спасения духа в день Господень». Помните, для чего мы разбираем эти вопросы греха, дел против церкви? Да, церковь сейчас не слаба. Только из-за долготерпения и любви Иисус терпит наши немощи, проявление характера в общине. Но это только для того, чтобы мы покаялись и спаслись. Получить тайны, таинство церкви за деньги, неправедным путем. Рассмотрим еще одну ошибку, хитрость, за которую человек может быть наказан Богом. Это обманным путем участвовать, получить таинство церкви. Посмотрим на место из Писания. Книга Деяния, 8 глава, стихи с 18 по 24. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему, «Серебро твое добудет тебе в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу, что, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал в ответ, «Помолитесь за меня Господу, дабы не постигло меня ничто, исказанного вами». Это книга Деяния, 8 глава, стихи с 18 по 24. «Симон, колдун в Самарии». Здесь говорится о Симоне, Волхве, человеке, который занимался колдовством, стих 9. «Находился же в городе некоторый муж с именем Симон, который перед тем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого». Деяние, 8 глава, 9 стих. «Он увидел, что Филипп совершал великие силы и знамения, и изумлялся, стих 13. И что Филипп передает Духа Святого через рукоположение. Друзья, он даже принял водное крещение, видел явно знамения, силы. Но что это было? Это было для наживы». Откроем Деяние, 8 глава, стихи с 18 по 20. «Симон же, увидев, что через возложение рукопольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил, дар Божий получить за деньги». Деяние, 8 глава, стихи с 18 по 20. Колдун Симон принес деньги, чтобы получить власть сию. Он захотел власти, подавать Духа Святого через рукоположение. Почему за деньги? Может, он решал делать за пожертвование? Почему это оказалось грехом? А помните, принять причастие в чужой церкви, потому что из своего общения исключение. Помните, Ананя и его жена Сафира искусить Духа Святого? Друзья, церковь и все, что там происходит, – это таинства церковные, которые возможны только в церкви. Единственный путь – это путь правды, путь Иисуса Христа. Почему колдун Симон сделал грех, попросив Духа Святого? В чем? В том, что пришел к Богу на своих условиях. Дух Святой дается только по вере в Иисуса Христа. Есть только один путь – участие с обманом, церковных таинствах несет за собой наказание, даже если об этом не знают окружающие. Люди не знают, не видят, но Бог, Дух Святой знает все, и помышления сердечные. Нужно беречься от лукавства в церкви. Будут наши слова либо да, либо нет, остальное – от лукавого. Все это написано не для того, чтобы запугать, а чтобы мы оберегали себя от ошибок по отношению к телу Христовому, церкви, семьи Христовой на земле в современное время. Сегодня кажущая слабость церкви – это не безвольность и слабость. Это сильная любовью Божьей церковь Христова. Она и члены ее находятся под взором и постоянной защите Бога, благодати. Церковь, Бог, не позволит обижать и обманывать. Будем в этом очень осторожны. Друзья, помолитесь сейчас Богу и поблагодарите Его за церковь и ваше общение. Это дар нам от Него. Прямо сейчас помолитесь и поблагодарите Отца Небесного. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит апостол Павел о поведении и отлучении от церкви в современное время. Более того, мы еще много будем говорить на темы Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь и будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современной мире. С вашего разрешения и сейчас я заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили слово Откровение Духа Святого? Конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Когда вы ставите «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, вы помогаете служению, спасению и распространению Слова Божьего. Аминь. Аминь. Аминь.